Чудо. Ну, по-моему, все заработало. Добрый день. Я думаю, что и видно и доску. Ну, давайте мы тогда продолжим. Я напомню, что вот на прошлой лекции мы начали изучать метод матриц переноса для описания распространения волн и частиц, ну, соответственно, либо электронов, либо электромагнитного поля в одномерных системах, в системах, где свойства меняются вдоль одного направления. Ну, и вот сегодня мы продолжим. Значит, я напомню, что самое главное – это вот большое удобство, которое дает нам метод матриц переноса. Оно заключается в том, что если система одномерная, вот есть распространение нашей волны или нашей квазичастицы вдоль одной оси, и если я знаю, например, волновую функцию и ее производную в заданной точке пространства, то тогда я знаю решение всюду, уравнение второго порядка. Ну, и, соответственно, я могу ввести матрицу переноса. Это я просто напоминаю. T Z' Z, которая описывает распространение нашей волны или частицы, ну, соответственно, из точки Z в Z'. Ну, и в зависимости от того базиса, в котором мы работаем, значит, я могу работать либо в базисе таком, значит, переносить столбец φ от Z, который есть просто значение нашей волновой функции и значение ее производной по Z, но отнормированное на константы, которые входят в граничные условия бастарда. Ну, я опять же напомню, что наши граничные условия устроены следующим образом. Значит, на границе двух слоев, скажем, А и В, непрерывно огибающая и непрерывно производная с некоторым коэффициентом. Ну, и для того, чтобы была удобная размерность, я еще вот нормирую на волновой вектор слоя А. Пока мы жили только с электронами, пока мы работали только с электронами, и поэтому вот здесь этот коэффициент C – это просто обратная эффективная масса. Но сегодня, я надеюсь, мы немножко поговорим, я буквально два-три слова скажу, о том, что все это работает для электромагнитного поля, ну, а тогда в коэффициент C будут входить электрические проницаемости в зависимости от того, какая у вас там поляризация, какое поле выбрано. Значит, вот это вот один вариант для матриц переноса, когда мы переносим именно вот примерно так, как написано в уравнении Шрёдингера, значит, волновую функцию, ну и ее производную. Вот как ставится задача в математической физике. Но есть и второй вариант, когда вместо этого, и опять же, я напоминаю, мы это все обсуждали в прошлый раз, мы записываем волновую функцию в виде комбинации волн, которые бегут условно вправо, вот E в степени плюс и КЗ с коэффициентом Фи плюс и с коэффициентом Фи минус E в степени минус и КЗ. Но вот эта запись, она, естественно, работает для надбарьерного распространения. При подбарьерном распространении К становится мнимым, то же самое, значит, либо волна затухает в одну сторону, либо волна растет в соответствующую сторону. Ну и тогда я переношу, я его писал в столбец ПСИ, столбец ПСИ с крышкой которой, просто есть столбец вот этих коэффициентов. Фи плюс E в степени и КЗ и Фи минус E в степени минус и КЗ. У каждого из этих вариантов есть свои достоинства и недостатки. Ну вот, понятно, что вариант первый, он, например, очень удобен. Матрица переноса через интерфейс просто единичная. Ну а матрица переноса через слой, она там, оказывается, мы ее получали, по крайней мере, обсуждали, она матрица 2 на 2 и содержит недиагональные слагаемые. Наоборот, вот для второго базиса очень удобно. Для черезоднородный слой просто у вас соответствующие коэффициенты умножаются на нужную фазу, и матрица диагональная очень простая, содержит две экспоненты, но при этом матрица переноса через интерфейс выглядит довольно причудно. Ну и кроме того, вот в конце прошлой лекции мы с вами обсудили, что если у меня задан какой-то потенциальный барьер, вот если у меня здесь есть нечто, которое, этот барьер характеризуется коэффициентами отражения и пропускания, ну вот падает, например, единичная волна Е в степени и КЗ, проходит волна с коэффициентом пропускания Т Е в степени и КЗ, и отражается волна с коэффициентом отражения R Е в степени минус и КЗ, то матрицу переноса через вот такой произвольный барьер можно выразить просто через коэффициенты Т и R, через наблюдаемые величины, ну, до некоторой степени наблюдаемые величины, через коэффициенты, которые, собственно, по крайней мере, в принципе, экспериментатор может измерить. Ну и мы обсудили, я напомню, опять же, два варианта, матрица переноса через симметричный барьер, тогда совсем все просто, для того, чтобы получить нужное число уравнений, я просто беру и делаю отражение и снова связываю волны, ну, а если барьер произвольной формы, я пользуюсь симметрией к обращению хода времени. Ну вот это у нас было, я надеюсь, что это как-то у вас уже потихоньку уложилось, а мы двинемся дальше, и сегодня мы продолжим и будем говорить для начала про двухбарьерные структуры. Ну вот я напомню для тех, кто занимается или интересуется какой-нибудь там микроэлектроникой, вот важная вещь – это квантовая яма для электрона или резонансный какой-нибудь туннельный диод, резонансная туннельная структура. Если говорить про свет, то вот есть резонатор Фабри-Перо. Значит, что я буду рассматривать в методе матриц переноса? Значит, пусть у меня есть какой-то слой, который характеризуется матрицей переноса Т. И есть два барьера. Вот этот слой зажат между двумя барьерами. Вот один барьер, и вот второй барьер. И пока для простоты я буду считать, что эти барьеры одинаковые. И как устроены эти барьеры, мне на самом деле не очень интересно. Единственное, что я буду считать, я буду считать, что известен коэффициент отражения R от барьера. Вот если у меня есть барьер, и на него налетает, скажем, волна с единичной амплитудой, ну, я сейчас так вычурную нарисую, вот налетает сюда волна с единичной амплитудой, то тогда отражается волна с амплитудой R. Что проходит за барьер, вот что проходит вот куда-то вот сюда, или что проходит вот куда-то вот сюда за барьер, за вот этот вот второй меня, сейчас не интересует. Вот пусть два барьера одинаковых, пусть они характеризуются одним коэффициентом отражения R. Значит, у него еще коэффициент отражения T, но нам сейчас это пока не интересно, нам будут интересовать моды внутри этой структуры. Ну вот, как бы это простейшая модель для описания квантовой ямы, если мы говорим про электроны, ну или резонатор Фабри Перо, если мы говорим про свет. Ясно, что для описания такой системы, конечно, можно написать уравнение Шледингера, написать граничные условия, как мы это, собственно, сделали два раза, как мы это делали на прошлых лекциях, ну и найти собственные состояния, найти собственные решения уравнения Шледингера. Но иногда, и даже очень часто, можно воспользоваться методом матриц-переноса. Вот пока вид матрицы T я конкретизировать не буду, какая есть, такая есть. И давайте попробуем найти, что ли, собственные состояния в этой системе. То есть те моды, которые вот живут, ну в этом резонаторе. Что это означает? Вот это означает как раз почти то, что я уже начал рисовать. Пусть на один из наших барьеров, на одной из наших зеркал падает волна единичной амплитуды. Отражается волна амплитуды R. Дальше это поле как-то распространяется через нашу систему и долетает до второго зеркала. Значит, здесь долетает поле с какой-то амплитудой A, мы ее не знаем. Но что мы знаем? Мы знаем, что барьер характеризуется коэффициентом отражения R. Поэтому отраженное поле всегда будет равно A умножить на R. И вот это условие, которое я сейчас написал, или просто пока схему такую, это просто условие стационарности, условие того, что вот поле, не знаю, там электрон или фотон, если мы его запустили в такую структуру, он бегает между этими самыми барьерами, между зеркалами, отражается, но состояние стационарное. Оно не… его волновая функция просто зависит от времени осциллирующим образом. Ну а тогда, смотрите, легко написать уравнение. У нас есть матрица переноса T. Ну так и давайте напишем вот имеющуюся связь. Слева. У нас есть волна, которая бежит слева направо с коэффициентом R. И налетает один. Вот это то, что у нас было здесь, у одного края. Дальше я подействовал матрицей переноса. И от этого столбца я перешел сюда. Значит, что я получил? Налетает волна, здесь продолжает двигаться, волна с амплитудой A, а отражается A умножить на R. Ну и вот это я пользуюсь матрицей переноса в базисе волн, которые бегут влево и вправо. Ну вот тогда совсем все просто, мне ни о чем думать не надо. Какая матрица переноса пока не важна. Ну а вот важно следующее. Слева у меня бежит слева направо R, справа налево единица, а справа слева направо у меня бежит A, амплитуда волны, а в обратную сторону A умножить на R. Все. Вот это вот система из двух уравнений, которая описывает нам собственные моды системы. Ну, как мы уже много раз говорили, уравнения Шрёдингера да и уравнения Максвелла, они линейные. Поэтому, конечно, пока у нас собственные моды определены с точностью до нормировки, вот нам постоянное A неизвестно. Но мы ее на самом деле из этого уравнения очень легко можем исключить. Просто смотрите, я спешу сейчас матрицу переноса, как она произвольная, просто я напишу, что это матрица 2 на 2 с какими-то элементами T1-1, T1-2, T2-1, T2-2. Значит, у меня будет два уравнения. T1-1, R плюс T1-2 равно A. И второе уравнение. T2-1, R плюс T2-2 равно A умножить на R. Вот у меня система из двух уравнений. Ну и теперь просто эту самую амплитуду A, считайте, что это нормировочная какая-то постоянная, я ее просто исключаю, я поделю одно уравнение на другое. И вот я получу такое соотношение. T1-1, R плюс T1-2 поделить на T2-1, R плюс T2-2. Это есть единица на R. Напоминаю, R – коэффициент отражения от барьера. Он зависит, например, от энергии падающей частицы, от энергии падающей волны. Ну а матричные элементы матрицы переноса тоже, конечно, зависит как-то от волнового вектора или от энергии электрона. Ну вот это вот общее уравнение. Какой бы у вас слой здесь ни был, однородный слой, какой-то сложный барьер, который может быть неоднородный, на самом деле может быть тут много разных слоев, эта матрица T получается произведением матриц переноса через какие-то индивидуальные слои. Неважно. Вот это уравнение дает нам собственные моды. В принципе, если вам известны элементы этой матрицы, то дальше его нужно решать, потому что я еще раз напоминаю, и сама матрица T, значит, ее элементы T и TGT зависят, ну, условно я напишу, от K, от волнового вектора электрона, значит, энергия электрона есть, H в квадрате, K в квадрате на 2, на соответствующую там эффективную массу. Или, значит, для света, ну, соответственно, частота – это есть скорость света на волновой вектор. Ну, и R тоже зависит там от K, или от частоты, или от энергии, как уже в конкретной ситуации получится. Ну вот, что можно легко рассмотреть, что можно легко получить. Значит, давайте я рассмотрю теперь ситуацию, когда вот у меня есть два барьера, а слой однородный. Просто здесь есть какой-то слой толщины L, в котором частица распространяется с волновым вектором K, однородный слой. Тогда для слоя толщины L, это мы обсуждали на прошлой лекции, это еще раз, это очевидно просто из вот вида матрицы переноса, из вида вот этой базисной функции. Значит, у меня матрица переноса диагональна, и просто на диагонали содержатся две экспоненты. Волна, которая бежит слева направо, набирает фазу K умножить на L, вот K – это волновой вектор, L, соответственно, толщина слоя. Ну а волна, которая бежит в другую сторону, она набирает противоположную фазу. Ну тогда в этой матрице переноса у меня остаются только коэффициенты T1,1 и T2,2, которые еще и просто сопряжены друг к другу, ну или обратно друг к другу. А ни диагональных коэффициентов, ни диагональных элементов нет. Тогда вот это желтенькое уравнение, оно, естественно, приобретает совсем простой вид. Смотрите, когда я поделю, у меня будет E в степени 2 и KL равно, ну вот так вот я напишу единицы на R квадрат. Вот сюда входит K, то есть сюда входит энергия электрона, ну или частота света. Ну а R тоже, в принципе, может зависеть от K. Вот, пожалуйста, вот у вас есть уравнение, решайте это уравнение, находите собственные моды. Ну вот частный случай, важный, самый, наверное, важный частный случай, это когда барьеры непроницаемые. Что означает, что барьер непроницаемый? Это означает, что волна туда подлетает, и дальше она пройти не может. Ну тогда это означает, что... И волна, значит, внутри барьера ее нету. Это означает, что... Уж по крайней мере, модуль R равен единице. Ничего нет, что проходит за барьер. Ну а на самом деле, значит, простейший случай это когда R квадрат равен единице, R вещественный. Вот можно рассмотреть еще более простой случай. Ну, например, коэффициент отражения, там, не знаю, равен единице или минус единице. Ну вот если у вас там есть идеальное зеркало, то вот можно изучать, значит, какой... Как к чему должен быть равен коэффициент отражения. Но ясно, что по модулю-то он точно единица. Но вот если он вообще R квадрат равен единице, то тогда, смотрите, экспонента должна быть равна единице. Ну а это мы знаем. Это означает, что тогда K умножить на L это есть P умножить на какое-то натуральное число N. 1, 2, 3 и так далее. Ну, K равное 0, это неинтересно. Это на самом деле просто соответствует тому, что как бы ничего нету. Тогда можно увидеть, что и поле равно 0. А дальше вот так вот. K на L это P на N. Но это означает на нашей картинке, что между барьерами, между зеркалами укладывается целое число полуволн. Ну вот при N равном единице, K на L это есть единица. Значит, у меня решение какое-то такое. При N равном двойке вот у меня уложилось две полуволны, то есть одна волна, вот решение какое-то такое. Ну, я прошу прощения, я рисую, конечно, отвратительно, но мне кажется, что все понятно. Ну и так далее. И это полностью соответствует тому, что мы просто рассматриваем, например, квантовую яму с бесконечным барьером. Вот стандартную такую простейшую модельную задачу. Теперь смотрите, что было бы, если бы коэффициент отражения по-прежнему был бы вещественным, но... Ой, извините, не вещественным, я прошу прощения, по модулю был бы равен единице, но теперь содержал бы фазу. То есть R, я бы написал, что есть R, E в степени и некоторая фаза дельта. Значит, модуль R, ну а дельта уже какая-то вещественная фаза. Тогда все равно. Я могу тогда переписать условия вот это же. Ну, в таком вот виде. E в степени 2 и KL минус, даже не минус, плюс 2 и дельта равно единице. Ну и опять же, условия квантования было бы такое. KL плюс дельта пи на n. Само дельта может зависеть от K. Ну а вот его физику я детально обсуждать не буду, я дам просто такой намек, что дельта некоторым образом связана с глубиной проникновения нашего поля или нашей волновой функции электрона под барьер. Ну и вот поэтому появляется в условии квантования фазовый сдвиг. Ну и в принципе, значит, вот можно рассмотреть там квантовую яму с конечным барьером, найти эту дельту и проверить, что решение соответствующего уравнения даст нам ровно то, что получается из уравнения сшивки, ну вот, которое легко написать, решая простейшие задачи квантовой механики. Если барьеры проницаемы, если барьеры проницаемы, то тогда модуль R даже я бы сказал, что барьеры непроницаемы, это лучше сказать так, лучше сказать, что это барьер конечной толщины, то есть дальше там что-то есть, дальше может быть распространяющиеся решения, то есть реально картинка такая, прошу прощения. Значит, вот вот у меня есть барьер, и мы сейчас к этому, к этой ситуации вернемся чуть-чуть в другом ключе, вот другой такой же барьер, вот здесь наш слой описываемой матрицей переноса, но в принципе теперь я хочу сказать так, что поле может через этот барьер, или электрон может через этот барьер пройти, и вот начать распространяться куда-то наружу. Если это так, это означает, что уже коэффициент отражения по модуле меньше единицы, но это и понятно. Знаете, закон сохранения потока, закон сохранения числа частиц требует, что для любого барьера его коэффициент отражения r по модулю в квадрате плюс его коэффициент отражения t по модулю в квадрате должно быть единица. Значит, частица должна либо пройти, либо отразиться. Мы сейчас не изучаем системы, в которых есть поглощение, например, поглощение света. Но вот тогда вот ситуация такая. Значит, тогда r по модулю меньше единицы, и тогда, смотрите, уравнение, которое я записал, е в степени 2 и kl равно единице на r квадрат, оно устроено следующим образом. Если я возьму теперь модуль этого уравнения, модуль, модуль от правой части, то модуль единицы на r квадрат будет больше единицы. Тогда ни при каком вещественном k это уравнение я удовлетворить не смогу. что это означает? Это означает, что в такой ситуации стационарных решений не будет. Если я посажу мою частицу, мой электрон там или фотон вот здесь, вот в этом слое, он, конечно, будет бегать туда-сюда, отражаясь от барьеров, но с некоторой вероятностью, которая вот пропорциональна коэффициенту пропускания через барьер, он может протунелировать через барьер и выйти. В этом случае мнимая часть k не равна нулю, нет стационарных состояний. В принципе, эту ситуацию можно описывать формально и квантово-механически, как это делали классики, когда вы вводите в энергию небольшую мнимую часть, ну иначе, если она большая сопоставимая, и с вещественной частью, тогда все плохо, тогда квазичастицы не определены. Ну вот, вводите мнимую часть, которая описывает затухание квазичастиц, затухание электрона, который живет между этими барьерами за счет туннелирования, или затухание фотона, который живет в ретонаторе и может выйти через зеркало наружу. Или, даже если зеркала были бы идеальны, фотон может поглотиться внутри материала зеркала, вызвав там какой-нибудь оптический переход и тоже исчезнуть. Тогда уже, конечно, храняться не обязаны. Но вот так можно делать, и можно, это означает, что, в принципе, мнимая часть и у энергии не равна нулю, ну, значит, это означает, что есть затухание. Квазичастицы затухают, темп затухания, он пропорционален мнимой части энергии, ну, еще и с правильным знаком. Ну, вот этот подход, он, конечно, имеет право на существование, но иногда удобно обсуждать в этих ситуациях не конкретные энергии или не конкретные там волновые векторы, потому что тогда не очень понятно, что это такое, а наблюдаемые величины. А наблюдаемые величины это есть коэффициенты отражения и пропускания. И сейчас мы к этому перейдем, но прежде чем мы к этому перейдем, у меня к вам вопрос. Есть ли вопросы какие-то? Очень хорошо. Вопросов нет, я всех усыпил, это прекрасно. теперь я могу рассказывать уже не то, что я должен вам рассказывать, а то, что я хочу. Ну вот, теперь то же самое, двухбарьерная структура, два барьера, но теперь меня будет интересовать туннелирование в этой двухбарьерной структуре. туннелирование в двухбарьерной структуре. А можно вопрос? Да, конечно. Насчет вот этой вот фазы, которая у нас была еще в случае, когда у нас был коэффициент отражения по модулю был равен 1. Да, вот это видимо. Да, 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 да. Здесь. Все-таки что это? Ну, физически, физически. У нас нету прохождения в барьер, но при этом как бы оно вот... Да, сейчас, я попробую сначала нарисовать картинку. Значит, вот, если я посмотрю, то происходит вблизи барьера более аккуратно, то при дельте, не равном нулю, происходит следующее. Вот решение, это кусок какого-нибудь косинуса или синуса, доходит до барьера, и дальше там продолжает экспоненциально затухать. Вот величина дельта, она связана с глубиной затухания под барьером. Значит, дельта пропорциональна, на самом деле, вот волновому вектору, который, значит, волновому вектору мнимуму, который описывает подбарьерное затухание. Ну, вот если как бы на квантово-механическом языке, я напомню, что здесь решение какое-то типа косинус козет, а под барьером слева и справа неважно решение е в степени минус каппа модуль z. Вот дельта, он связан с каппой, он разрешает волновой функции проникнуть под барьер, но если коэффициент отражения все равно равен единице по модулю, то тогда волновая функция раньше или позже там затухнет, никуда волна не выйдет. Ага. То есть как бы получается, что у нас туннелирования никакого нету, у нас t нету, но при этом все равно как бы как будто сдвиг такой. Да, как будто, можно сказать так, что этот дельта описывает как будто бы, вот просто это видно из уравнения, как будто бы у нас наш резонатор или наша яма был бы немножко шире. Но я могу это же так переписать, я могу это написать, что это есть K умножить L плюс дельта, деленное на K равно P на N. И не очень думаю назвать, что вот это есть какая-то эффективная длина резонатора или эффективная ширина ямы. А физически, я еще раз подчеркиваю, что что такое нету туннелирования? Ну, нужно аккуратно тогда говорить. Нету туннелирования в том смысле, что электрон не может пройти через барьер и уйти куда-то вот налево, куда-то вот сюда, в пампасы, в свободное пространство. Значит, коэффициент пропускания через барьер, который связывает вот волновую функцию здесь и на другом конце барьера, он равен нулю. Ничего туда вот за барьер во внешний мир не проходит, как это железный занавес. Но при этом под сам барьер волновая функция может проходить и просто там экспоненциально затухает. Если барьер был бы конечной ширины, ну тогда хоть сколько-то, хоть с какой-то вероятностью электрон мог бы протуннелировать и дальше за барьером появилась бы плоская волна. Вот сейчас мы это будем обсуждать. Понятно. Спасибо. Так, хорошо, пожалуйста. Ну вот, собственно, к этому мы идем, туннелирование в двухбарьерной структуре. То же самое. Вот у меня есть два барьера. Я нарисую так, как будто это просто потенциальные барьеры. Ось Z и вот мой потенциал, потенциал, который чувствует мой электрон, состоит из двух барьеров. Между ними слой свободного распространения, вот слой толщины L. В принципе, это мог быть слой, который вот описывается какой-то матрицей переноса. Значит, теперь смотрите, у меня есть барьеры, ну пусть этот барьер левый, и он характеризуется коэффициентом отражения от самого барьера R, L и коэффициентом пропускания TL. Ну, а это у меня правый барьер, и он, соответственно, характеризуется своими коэффициентами отражения и пропускания. Вот единица R, R и TR. Я сейчас не заморачиваюсь тем, эти барьеры симметричные или несимметричные, это мне не очень-то важно будет. Ну, вот я буду рассматривать волны, которые будут проходить, извините, лево-направо, вот туда. Теперь, как можно действовать? Вот мне теперь, что меня теперь интересует? Меня теперь интересует коэффициент пропускания T. Вот я его напишу так, DB double barrier. Коэффициент пропускания через двухбарьерную структуру. Ну, вот, в качестве живого образа можно иметь, пожалуйста, либо действительно структуру квант такую, сделанную из каких-нибудь полупроводников с двумя барьерами. Такие структуры делаются и используются для резонансных туннельных диодов. И, по-моему, если не на следующей лекции, то через одну мы про это поговорим. Я чуть-чуть расскажу, как устроено резонансное туннелирование с точки зрения электрического тока, который там протекает. Ну, а если вы хотите фотонный пример, то тоже, пожалуйста, вот это вот характерный резонатор. Есть какие-то два зеркала, как они, опять же, конкретно устроены. Это там бреговские зеркала, или это просто слои металла или диэлектрика, это неважно. Вот они характеризуются своими коэффициентами отражения и пропускания. Ну, а свет может распространяться через всю структуру. Ну, и вот меня теперь интересует, как, собственно, в этой задаче кто-то будет. как найти коэффициент вот этот самый пропускания через всю структуру. Но это можно сделать формально, если не знать каких-то трюков, то самое простое написать матрицу переноса TL через левый барьер, написать матрицу переноса через слой, написать матрицу переноса через правый барьер, и написать, что полная матрица переноса T, это и есть произведение этих матриц переноса. Ну, в правильном порядке, мы идем слева на наш столбе, в который переносится действует матрица TL, потом действует матрица T свободного распространения, а потом действует матрица TR. Написать эту матрицу, ну и дальше, поскольку мы знаем, как связана матрица переноса с коэффициентами отражения и пропускания через барьер, то мы тогда можем найти все, что мы хотим, и коэффициент пропускания через структуру, и коэффициент отражения через структуру. И это все правильно, и вот так бы я бы и делал, так бы я бы и решал эту задачу. Но я не хочу сейчас тратить много времени, поэтому я предложу более простой способ, который конкретно для двухбарьерной структуры работает. Сейчас мы легко все тут напишем. Ну а для более сложных структур, конечно, проще перемножать матрицу. Смотрите, вот у меня есть эта структура. Вот я уже сказал, какие есть коэффициенты отражения и пропускания через барьеры. Ну и давайте теперь условно я нарисую траектории, такие квантово-механические или как угодно, или полуклассические, для моего электрона, который вот налетает на эту двухбарьерную структуру. Я то же самое, просто чуть-чуть сдвинусь, перерисую картинку. Вот у меня один барьер, левый. Вот у меня второй барьер, правый. Ну и вот у меня налетает волна единичной амплитуды. И меня интересует только то, что прошло. Ну как может электрон или фотон протонулировать, пройти через такую структуру? Во-первых, он должен, естественно, пройти через левый барьер, в результате чего у меня появится коэффициент tL. Дальше, в конечном итоге, он должен еще и пройти через правый барьер. Поэтому всегда будет коэффициент пропускания tR. Это понятно. Но дальше может произойти следующее. Смотрите. Волна доходит от левого барьера до правого и либо проходит напрямую, либо отражается здесь, идет назад. Я рискашиваю немножко траекторию, просто потому что иначе я бы не смог нормально нарисовать. Возвращается к левому барьеру. Дальше, конечно, она может через него протонулировать и вернуться назад. Но нас сейчас не интересует коэффициент отражения. Нас интересует только то, что прошло. Если мы знаем, что прошло, в принципе, можем найти, что осталось, что отразилось. Поэтому снова, теперь уже с коэффициентом отражения. Смотрите. Она прошла до правого барьера. Набралась фаза e в степени и к l. Отразилась от правого барьера. Значит, набрался коэффициент отражения. r, e в степени и к l. Набралась еще фаза e в степени и к l. И снова отразилась. Значит, здесь от правого барьера, здесь от левого барьера r, l. И на то, что налетело. r, r, e в степени и к l. Снова пошла волна сюда. Снова набрала фазу r, l, r, r. То, что осталось. И теперь e в степени 2 и к l. Плохо я написал? Здесь уже 3 и к l. Потому что, смотрите, мы дошли один раз. Дошли второй раз. Значит, набралась фаза 2 и к l. Вот эту двойку я ее потерял. Значит, теперь 3. Ну и так далее. Дальше либо снова волна вышла, либо отразилась, вернулась, вышла, либо отразилась, вернулась, вышла и так далее. Значит, она может испытать сколько угодно отражений. Поэтому я сейчас сразу напишу общее выражение для коэффициента пропускания. Я его просто напишу вот в виде суммы по вот этим траекториям. С учетом того, что волна может вообще не отражаться между барьерами, не идти назад, либо идти назад как бы 1, 2, 3 и так далее, сколько я хочу раз. Значит, вот то, что всегда будет, это вот это. t, l, e в степени и k, l на t, r. Ноль отражений. Теперь вот эту траекторию. Отразились от барьера, вернулись назад. Значит, отражение от одного барьера r, r, отражение от второго барьера r, l, и набор фаз e в степени 2 и k, l. И дальше снова можно выйти. Это одно отражение. Можно отразиться два раза. Значит, вот мы сделали одно отражение и еще прошли туда-обратно. Значит, вот эта вот слагаемая, вот эта вот конструкция, она просто возвелась в квадрат. r, l, r, l, e в степени 2 и k, l в квадрате. Ну, дальше очевидно, что с тремя отражениями будет то же самое. В кубе с четырьмя отражениями четвертой степени и так далее. Вот мы получили геометрическую прогрессию. Ну, если бы не получилось бы геометрическая прогрессия, то я бы, наверное, вас этим не мучил, потому что, как это, в теоретической физике вот геометрическую прогрессию легко считать, суммирование, а какие-то другие, более причудливые суммы, как правило, сложно. Например, мы не все формулы знаем, а вообще суммировать сложнее, чем интегрировать. Но геометрическая прогрессия – это стандартная вещь, и понятно, почему она тут возникает. Вот волна бегает между этими барьерами и в какой-то момент может протунелировать и выйти. И вот она может пробежать туда-обратно один раз, два раза, три раза и так далее. Вот каждый такой пробег просто дает соответствующий множитель. Два коэффициента отражения и набор фазы Е в степени 2 и КЛ. Ну, все. Я суммирую геометрическую прогрессию. Я получаю, что коэффициент прохождения через двухбарьерную структуру имеет такой вид. Вот общий множитель ТЛ, ТР, Е в степени и КЛ я написал. А здесь знаменатель 1, Е в степени РРРЛ, Е в степени 2 и КЛ. Ну вот, как это? Если Q – знаменатель этой прогрессии, Q квадрат, Q в кубе и так далее, вот это есть ее сумма. Это есть префактор 1,1 минус Q. Вот, пожалуйста, все. Задача решена. Коэффициент пропускания через двухбарьерную структуру, он есть. Вот это вот цифра 1. Извините, я ее написал неаккуратно. Тот же самый ответ, естественно, можно получить и из метода матриц переноса. Совершенно то же самое, просто на самом деле чуть-чуть более громоздко, потому что нужно перемножить три матрицы, а потом еще посмотреть на правильный матричный элемент, ну и на самом деле убедиться, что все будет ровно так же, коэффициент пропускания будет такой. Коэффициент отражения будет отличаться числителем. Вот числитель будет другой. Ну, собственно, числитель понятно какой. Он будет поддержать отражение от одного барьера и дальше вот всю сумму, что мы зашли в структуру, побегали туда-сюда и вышли. Ну вот знаменатель будет точно такой же. Теперь, смотрите, давайте я сейчас обращу внимание на простейшее обстоятельство, на простейший факт. Вот давайте посмотрим на знаменатель этого самого коэффициента пропускания. И пусть для простоты пока барьеры одинаковые. RL и RL одно и то же, это просто равно R. Тогда знаменатель есть 1 минус R квадрат 2 и KL. И если я рассмотрю по каким-то причинам нули знаменателя, ну как бы опасность, в знаменателе может быть ноль. Давайте посмотрим, что произойдет, если в знаменателе ноль. Если я напишу вот так вот, в знаменателе ноль, то вот это уравнение, оно эквивалентно уравнению такому. Е в степени 2 и KL равно 1 на R квадрат. И те из вас, кто еще не совсем спят, они помнят, что ровно это уравнение у нас и получилось вот здесь вот для двухбарьерной структуры, когда мы просто рассматривали волну, бегающую между барьерами. Вот это уравнение у нас получилось из матрицы переноса. Собственно, вот это вот уравнение, которое дает стационарные состояния, здесь я слово стационарные возьму в кавычках, вот оно проявилось. Значит, физически почему это так? Есть общие теоремы, которые я доказывать не буду, которые говорят следующее, что если у вас есть какая-то система квантово-механическая, на самом деле классическая, неважно, одночастичная или многочастичная, и вы изучаете ее, какую-нибудь функцию отклика, ну, например, проводимость, или, например, коэффициент пропускания, неважно чего, электрического тока или электронной волны или световой волны, то коэффициент пропускания или любая функция отклика будет содержать полюса, то есть вот нули знаменателя, на собственных частотах системы или на собственных энергиях системы. Интерпретация, мы понимаем, это вот то, что и есть, есть, и сейчас мы эту формулу получим более аккуратно, это то, что и описывает резонансное туннелирование. Вы знаете, что коэффициент резонансного туннелирования просто при исквантовой механике, то если у вас есть два барьера, между ними есть яма, то в узких областях энергии вблизи, энергии уровней в яме, коэффициент пропускания становится большим, вообще говоря, близким к единице. А если мы отходим от энергии, уровней, то, по крайней мере, если барьеры достаточно толстые, коэффициент пропускания резко спадает. Ну вот, давайте мы сейчас это выражение проанализируем, и как раз я попробую показать, как получается здесь известная формула для резонансного туннелирования. Физически так. Если моя частица или моя волна падает на такую двухбарьерную структуру с энергией, близкой к энергии резонанса, близкой к энергии уровня, то частица там эффективно живет, рассеивается, и потом эффективно может пройти. Вот происходит резонансное туннелирование. Ну, как говорят, квантово-механическая интерференция усиливает вероятность туннелирования через два барьера вот при выполнении резонансного условия. Ну, давайте мы сейчас это и увидим. Значит, это такой простой математический трюк, но он довольно общий. Может быть, первый раз, когда вы его увидите, вы его испугаете. Значит, я сейчас напишу коэффициент пропускания по потоку, то есть вот tdb в квадрате, то, что дает уже не связывает не амплитуду вероятности, а саму вероятность найти электрон за барьером. Ну, просто вот эту формулу я перепишу. То, что в числителе есть какая-то экспонент, это неважно. Просто у меня будет коэффициент пропускания через левый барьер, коэффициент пропускания через правый барьер. Значит, tl – это есть tl в квадрате, tr большое – это есть tr большое в квадрате. Ну, и дальше я должен возвести по модулю в квадрате знаменатель. Ну, понятно, как это делается. Я беру это выражение, умножаю его на сопряженное и раскрываю скобки. Значит, 1 минус r, l, r, l, e в степени 2 и kl, 1 минус r, r сопряженное, r, l сопряженное, e в степени минус 2 и kl. Я пишу подробно, чуть подробнее, чем я обычно это делаю, но я хочу просто, чтобы у вас не было ощущения, что я веду какой-то обман. Значит, все просто. Значит, есть клад, смотрите, где вот эти вот все фазы сократятся, 1 минус r, l, r, l, i в квадрате. Значит, единица на единицу, дальше что я сделаю? Есть просто их произведение этого члена на этот член. И дальше есть удвоенная вещественная часть. Вот эту удвоенную вещественную часть, значит, я ее вот запишу так и вот такую еще добавку. 4 r, l, r, r в квадрате. А здесь появится синус θ, где θ это есть. Значит, k, l плюс θ, l плюс θ, r пополам. Я напишу, что r, l это есть модуль. Ну вот, на свою фазу. r, r. Извините, значит, здесь фазу я зачем-то обозначил θ, а там у меня была дельта. Ну так исторически сложилось. Ну и вот, значит, еще раз. Это просто результат возведения по модулю в квадрате, значит, конструкцию r, 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 l на соответствующие фазы. Значит, это есть произведение модулей e в степени 2i, k, l плюс θ, l плюс θ, r пополам, плюс то же самое, но с обратной фазой. Вот это вот. Вот это вот фаза θ. Ну и вот оно комбинируется таким образом. Теперь я сделаю такое приближение. Пусть барьеры достаточно толстые, тогда коэффициент отражения r, l r, l или от левого и от правого барьера почти единица, чуть-чуть меньше. Тогда, смотрите, я пишу коэффициент пропускания через барьер плюс коэффициент отражения от барьера равно единице. и ну да, я могу вот так, если нужно написать, t, l квадрат. Будем опять же искать минимум знаменателя, ноль знаменателя. Ну, минимум или ноль знаменателя может возникнуть только в том случае, если у меня вот этот вот член с значит, r и близких единиц, это почти ноль, и мне нужно унулить член, который содержит синус θ. В резонансе, вот когда имеет место резонансное туннелирование, сейчас мы увидим, уже переписав это все через энергию. в резонансе синус θ я кладу нулем, значит, тогда kL плюс θ L плюс θ r пополам, это есть π на натуральное число, вот ровно так и было, два барьера, это стационарное состояние между ними. ну а вот эту вот конструкцию, значит, 1 минус rL rr я могу на самом деле заменить на следующее. Вот, пользуясь этими формулами и пользуясь тем, что коэффициенты пропускания маленькие, значит, 1 минус rL rr в квадрате просто раскрывая скобки, пользуясь вот соотношением, что t это 1 минус r я получаю, что это есть tL в квадрате плюс tR в квадрате поделить на 4. Тогда в резонансе, по-прежнему в резонансе, коэффициент пропускания через двухбарьерную структуру, чтобы не запутаться, значит, в числителе tL на tR а в знаменателе tL я плохо написал, я вот чувствую, что что-то не то, квадрат потерял. Конечно, здесь будет tL плюс tR в квадрате еще четверка. Если барьеры симметричны, значит, частный случай симметричных барьеров tL равно tR ну и тогда здесь будет какое-то t, а здесь в знаменателе будет 2t в квадрате, 4t четверка сократится, и коэффициент пропускания через двухбарьерную структуру будет равен единице. Вот это вот то, что мы знаем. Если структура двухбарьерная симметричная, резонансна, в резонансном случае коэффициент пропускания единица. Вот максимум, чего я могу рассчитывать для симметричной структуры единица, если tL равно tR. Если я отхожу от резонанса, то главный член, который у меня зависит от энергии налетающего электрона, это, конечно, вот этот член, который содержит фазу. Просто видно, что эта фаза содержит k, и здесь стоит синус, поэтому синус как-то сильно, он заметно чувствителен к волновому вектору. Ну, а эта конструкция, она какая-то вялая. Конечно, сами абсолютные величины коэффициентов отражения или пропускания могут зависеть от энергии, но обычно эта зависимость более слабая. Поэтому я вот эту конструкцию, вот эту вот конструкцию с синусом, квадратом, я могу просто переписать вот таким хитрым образом. Я могу ее заменить на нечто, что зависит явным образом от отстройки энергии, от резонансной энергии. А именно, смотрите, пусть условию синус квадрат тета равен нулю, то есть тета, это есть πn, соответствует какая-то энергия e равная e n. Ну, очевидно, что поскольку здесь стоит синус квадрат, то и при e равной e n этот синус квадрат ноль, и эта величина положительная, то я могу написать так, то вот эта вот конструкция 4rl rr в квадрате синус квадрат тета, он пропорционален просто квадрату отстройки e минус e n в квадрате. Ну, а формально я сделаю так, я напишу, что синус квадрат, я просто возьму эту конструкцию и продифференцирую по энергии, то есть я напишу так, что d по d e от этой штуки при e равной e n это ноль, первая производная равна нулю, иначе мы не находимся в максимуме пропускания, иначе вот как бы член положительный, такого не может быть, ну, а вторая производная вот какая есть, и просто я разложу в ряд Тейлора. Ну, а тогда я могу написать, что коэффициент пропускания через двухбарьерную структуру, это вся та же самая формула, это вот эта же формула, только теперь я здесь запишу, что это есть e минус e ноль, ну, а все остальное я представлю следующим образом, можете на досуге проверить, гамма r гамма r поделить на гамма r плюс гамма r по полам квадрате плюс e минус en квадрате, где гамма соответствующая либо левого либо правого, это есть d e pdk на dk pd θ на коэффициент пропускания соответствующего барьера, значит, левый или правый, θ левый или правый, и здесь коэффициент пропускания либо через левый, либо через правый барьер, и по модулю в квадрате, вычисленный при e равной e n, вот, соответствует условию θ, равной π на n, то есть π на n, это есть kl плюс соответствующий факт. и эта формула, она верна, когда e минус e n меньше порядка, давайте я аккуратно напишу по модулю, e минус e n меньше порядка гамма l гамма r. Вот она верна вблизи резонанса, если я отхожу сильно от резонанса, то эта формула, она начинает работать хуже, но на самом деле можно более детально проанализировать, можно увидеть, что эта формула хорошо работает, пока мы не дошли до следующего резонансного состояния. Ну вот эту формулу пропускания через двухбарьерную структуру, может быть, немножко в другом виде вы получали на квантовой механике. На самом деле можно ее получить вот так вот, методом матрицы переноса, значит, ну вот как бы еще раз, единственный трюк, вот формулу-то мы здесь получили, а дальше просто θ переписать через энергию, то есть взять, продифференцировать как бы это выражение, чтобы получилось dθ по dE и дальше все собрать в том виде, в котором мне удобно. Ну вот тогда я вижу, я еще раз, значит, возвращаюсь к этой ситуации, я еще раз вижу, что вблизи соответствующей резонансной энергии, вот какой-то энергии EN, которая более или менее соответствует уровню электрона в соответствующей или там локализованному состоянию фотона в соответствующей яме, значит, между зеркалами, коэффициент пропускания через двухбарьерную структуру, имеет острый максимум, который описывается лоренцевской формулой. Ну и значение в максимуме, вот оно равно гамма L гамма R поделить на гамма L плюс гамма R в квадрате еще на четверку, вот это вот значение в максимуме. спад, ну вот происходит при отстройке порядка гамма L и гамма R. Значит, вот эти величины гамма L и гамма R их можно ассоциировать, их можно как бы качественно описывать, как просто затухание нашего резонансного состояния. Если бы барьеры были бы непрозрачные, коэффициент пропускания T был бы равен нулю, гамма был бы равен нулю. Значит, состояние внутри этого двухбарьерной системы были бы полностью изолированы от того, что снаружи. Если T какой-то конечный, то в меру зависимости вот фаз от волнового вектора, соответственно, от энергии появляется затухание. Ну а физически, конечно, если у меня барьер хоть сколько-то проницаемый, хоть с какой-то вероятностью моя частица может через этот барьер пройти, мое резонансное состояние будет затухать. Вот ответ можно интерпретировать так. А можно ответ интерпретировать следующим образом, что у меня есть двухбарьерная структура, и через нее хорошо проходят волны или хорошо проходят электроны вот при выполнении резонансного условия, когда я попадаю вблизи уровня энергии, который был бы в изолированный я. Вопросы? Ну хорошо. Значит, вот это просто другой взгляд на двухбарьерные структуры, можно их изучать по-разному, но вот можно изучать так. В этом смысле, конечно, структура что с резонатором для света, что вот структура с двумя барьерами, между которыми есть яма для электрона, они очень похожи, и вся физика распространения волн в них абсолютно одинаковая. Только отличие в том, как конкретно устроен закон дисперсии, вот какие конкретно зависимости dE по dK и k, как зависит от d. Ну хорошо. Значит, два барьера мы с вами разобрали, ну а теперь перейдем сразу к случаю, когда барьеров много, и когда структура периодическая. Вот, видимо, в этом случае вообще метод матрицы переноса оказывается наиболее предпочтительным и наиболее удобным. Вот я сейчас несколько слов про эти самые структуры и скажу. Значит, пусть у меня есть какая-то система, неважно какая, пусть она состоит из слоев двух типов а и б. Это могут быть ямы и барьеры, это могут быть какие-то разные материалы, неважно, пусть это структура А, Б, А, Б и так далее, а вот она повторяется периодическим образом. Это может быть полупроводниковая сверхрешетка, это может быть одномерный фотонный кристалл, на самом деле это может быть и кристалл для звука, тоже, значит, среда, которая собрана из слоев с разными скоростями звука, но, собственно, так всегда бывает, если вы сделали какую-то сверхрешетку, так в ней, значит, в каждом слое будет своя скорость звука, в принципе, и свой показатель преломления, поэтому все будет и периодическая структура и для света, и для электрона, и для фонона, как хотите. Ну вот мы будем сейчас рассматривать пока общий случай, вот какая-то бежит волна, и давайте мне удобно пользоваться конкретно сейчас матрицей переноса вот в виде такой функции, и вот то, что входит в граничном условии, единица на К, Дфи по Дзет. Не то, чтобы была большая разница, просто так, может быть, чуть-чуть нагляднее. Значит, пусть период этой структуры Д, то есть вот сумма толщин слоев А и Б это Д, и вот эта структура так вот периодически устроена. Вот такой вот, если угодно, одномерный кристалл. Ну а теперь смотрите, у меня есть периодическая структура, и мы знаем с точки зрения распространения волн или квазичастиц, есть теорема Блоха. Теорему Блоха можно представлять разным образом. Если кто помнит из моих лекций по физике конденсированных сред, я люблю такое рассуждение, теоретику групповое. Все представления группы трансляции одномерны, поскольку группа Абелева, и это означает, что волновая функция, базисная функция, можно выбрать таким образом, чтобы при трансляциях они просто умножались на фазовый множитель. Этот фазовый множитель, ну вот он содержит квазиволновой вектор и период решетки. Поэтому я напишу вот так вот, P от Z плюс D, это есть E в степени и КД на фи от Z. Можно обсуждать, с каким знаком писать, но на самом деле вот для тех простейших систем, которые мы рассматриваем, дисперсия четна, поэтому плюс К и минус К это одно и то же. Значит, вот D это период структуры, ну и просто теорема Блох говорит о том, что если у вас есть волновая функция здесь, и если у вас есть волновая функция через период, и если я выбрал собственные решения уравнения Шелдингера так, чтобы они были одновременно еще и собственными функциями для неприводимых представлений группы трансляций, то тогда вот они отличаются только фазовым множителем. Ну, на самом деле и так это понятно, потому что в одномерном случае вот все и простые рассуждения работают. Я беру трансляцию, я перешел, сдвинулся на период решетки D, волновая функция перешла вот от фи от Z в функцию фи от Z плюс D, а энергия та же самая, очевидно. Ну, поэтому это означает, что с точки до случайного вырождения эти функции отличаются просто фазовым множителем. Ну, вот K, опять же, это квазиволновой вектор. Он же Блоховский волновой вектор. Ну, если у меня волновая функция умножается умножается на такую конструкцию на E в степени и KD, то, конечно, и производная ее тоже умножится на то же самое. Ну, просто потому, что я могу дифференцировать левую и правую части одинаково. Ну, и вот этот множитель, он никак не поменяется. Поэтому, если я возьму матрицу переноса Tb, матрицу переноса Ta, вот это вот перенос через слой A описывается матрицей переноса Ta, перенос через слой B описывается матрицей переноса через слой B, значит, перенос через период описывается вот этим произведением матриц. Ну, и вот я подействовал на столбец, скажем, при Z равном нулю, вот в этой точке в слое A, ну, и, пожалуйста, вот я получу тогда этот же столбец, умноженный на фазовый множитель E в степени КД на фи от нуля. Ну, при этом фи от нуля какой есть, такой есть, он может быть любой. Я могу, понятно, что записать любое, любое, любую, любое значение волновой функции, любое значение ее производной. Это ничему не противоречит. Я задал фи, я задал dфи по dz и я знаю решение во всем пространстве. Ну, вот тогда вот так вот. Можно вопрос? Да. Там вот справа фи у нас идет тогда от минус d или тоже от нуля? Нет, так а тоже от нуля, потому что я взял фи от нуля, формально, я взял фи от нуля, подействовал матрицей переноса, я получил фи от d, ну, или там фи от минус d, смотря куда я переношу, а фи от d это есть и в степени ик большое d на фи от нуля. Все. Ну, а дальше я что говорю? Дальше я говорю так, что у меня вот если матрица переноса t через период структуры, значит, tb на ta, вот эта матрица с такими элементами t1-1, t1-2, t2-1, t2-2, то вот это условие можно проверить, можно переписать просто в виде косинус kd, это есть t1-1 плюс t2-2 пополам. И это условие, оно дает мне уравнение на собственные моды, на дисперсию собственных мод. k это квазиволновой вектор, вот k большое, а t зависит от волнового вектора, который здесь внутри слоя, то есть от энергии. Поэтому это есть косинус kd, а это есть какая-то функция энергии частицы. Ну, вот это дисперсионное уравнение, оно записано в таком виде. Ну, дальше можно развлекаться разными вещами, можно писать уже как угодно, можно это уравнение решать и рассматривать разные ситуации. Ну, вот может быть единственное, что я сейчас рассмотрю простейший вариант, просто частный случай вот такой одномерной системы. Пусть у меня есть ось распространения z, и пусть у меня система состоит из каких-нибудь, ну, для простоты это все непринципиально симметричных барьеров, вот, которые расположены с периодом d, а пусть каждый барьер характеризуется коэффициентами пропускания t и отражения r, и барьеры симметричны, значит, барьеры симметричны, и вот период, это период d. я напомню из прошлой лекции, то матрицу переноса через симметричный барьер t я могу записать вот в таком виде. Я не пытаюсь вас обмануть в смысле того, что я сейчас взял и поменял базис, но на самом деле, вот, конечно, это уравнение диспрессионное, его вид не зависит от того, какой вид базиса для матрицы переноса я выбрал. Значит, матрица переноса через барьер, через одиночный барьер у меня такая, матрица переноса через слой толщины d t барьера через слой толщины d у меня матрица переноса просто e в степени и k маленькая d 0, 0, e в степени минус и k маленькая d. Я прошу прощения, вот здесь я хочу чуть-чуть аккуратнее. теперь если я перемножаю эти матрицы и мне нужны только диагональные компоненты, ну понятно, что у меня в одном месте умножится вот этот элемент, он умножится на этот, а этот элемент умножится на этот. Поэтому дисперсионное уравнение примет вот такой вид косинус k d, это есть t квадрат минус r в квадрате поделить на 2t e в степени и kd плюс e в степени минус и k маленькая d на значит вот так вот. Ну вот, например, такой вариант. Значит, если у вас есть структура из барьеров, которые просто разделены областями свободного движения, вот можно это уравнение переписать в таком виде. Значит, можно его записать по-другому, можно эти две экспоненты и вот, пользуясь соотношением между коэффициентами отражения и пропускания некоторыми соотношениями, можно его переписать еще в каком-то виде. В принципе, значит, на сайте курса есть конспект, вы можете посмотреть, там еще пара частных случаев разобрана. Я вот в эти детали сейчас вдаваться не буду, я просто хочу сказать, что очень этот метод оказывается крайне удобным, и если вот есть какая-то одномерная система, то очень просто сразу написать уравнение, которое дает дисперсию волн. Вы должны просто взять матрицу переноса через период системы, взять ее след, поделить пополам и приравнять косинусу К на Д. Дальше это уравнение можно уже решать, можно находить дисперсию, но если вы знаете дисперсию, это самое главное, значит, вы знаете, как ваши волны в собственной системе распространяются. Так, друзья, есть ли вопросы? Нет, нету. Ну, хорошо, тогда маленькое, коротенькое усилие, и мы закончим. Я, опять же, в таком телеграфном стиле скажу несколько слов о том, теперь, что происходит в фотонных кристаллах. Ну, пока у нас формулы были совершенно общие, но единственное, что мы ставили граничные условия бастарда, ну, предполагая, что вот у нас есть распространение электронов. Теперь вот два слова распространения волн в одномерных фотонных кристаллах. Все то же самое, пусть есть среда, значит, периодическая, и я буду рассматривать самую простейшую ситуацию, которая возможна. Вот у меня есть ось Z, вдоль которой есть периодичность среды, среда составлена, скажем, из слоев диэлектриков там A и B, ну, и дальше как-то это все периодически продолжается A и так далее. Ну, и мы понимаем, что уравнение Максвелла это тоже система уравнений второго порядка. Единственное, что нужна некоторая аккуратность. Значит, уравнения Максвелла векторные, они оперируют электрическими полями. Есть поле E, и есть поле электрическое поле, и есть поле D индукция. В каждом из диэлектриков я считаю, что есть простая линейная связь между E и D. D это есть эпсилон на E. Ну, скажем, у меня есть просто кубические кристаллы. Или распространение света и поляризация выбраны таким образом, что вот я могу об этом не думать, что D и E вот так устроены. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство мы знаем, что в однородной среде, в которой нет резонансов, электромагнитное поле поперечно. Три вектора K, волновой вектор, D и магнитное поле B, среду мы считаем немагнитное, ну, или все магнитные свойства, если очень нужно, мы включим в тензор эпсилон, вот эта вот тройка векторов, они взаимно перпендикуляны. Поэтому нужно бороться с поляризацией, но если про поляризацию вообще не думать, то, конечно, все. То уравнение Шердингера, что уравнение Максова, это все одно и то же. Вот нужно бороться с поляризацией, и как бы это и делает распространение света в таких вот низкоразмерных системах, и в частности в фотонных кристаллах, довольно интересно. Значит, что происходит? Вот пусть у меня есть ось Z, но свет на нашу структуру не обязательно падает вдоль оси Z. Вот пусть у меня есть еще вторая перпендикулярная ось X, и плоскость XZ это плоскость падения. То есть, волновой вектор света, ну вот в каждом из слоев он лежит где-то в плоскости XZ. Ось Y направлена за экран, за доску. Ну и тогда, как хорошо вы знаете, есть две собственные поляризации такой системы. Еще раз, каждый слой изотропный. значит, вот у меня есть оси, я просто эту картинку перепишу, оси Z и X, и вот задан волновой вектор K, он лежит в этой плоскости, в плоскости падения. Тогда у меня есть две поляризации. значит, у меня есть поляризация, когда электрическое поле E, ну и вектор D, они перпендикулярны плоскости падения. То есть эти векторы смотрят, соответственно, вектор E или вектор D, они смотрят вдоль оси Y. И это называется S-поляризация. Ну, или в терминологии волноводов это есть TE-волна. вот у вас падает поле, вот так устроен волновой вектор, а электрическое поле осциллирует перпендикулярно. Ну, хорошо. Вторая поляризация это P-поляризация. Давайте я ее другим каким-нибудь цветом сейчас попробую кто-нибудь сделать, каким-нибудь вот таким зеленым цветом я сделаю. P-поляризация вот так вот. Вектор E и вектор D, они лежат в плоскости падения XZ, а магнитное поле B перпендикулярно плоскости падения, то есть магнитное поле B параллельно оси Y. вот это вот есть P-поляризация или TM, как ее еще называют. Ну и все. Теперь я для каждой из этих поляризаций легко напишу тот столбец, который мне нужно переносить. Ну вот, пользуясь следующим, давайте я напомню, как устроены граничные условия. А, кстати, как действительно, может кто-то мне сейчас подскажет, вот у меня есть уравнение Maxwell, у меня есть граница двух диэлектриков, значит, как связаны поля на границе, какие компоненты полей являются непрерывными? Комментальное непрерывное на границе, по-моему, да? Чья? Какого поля? D получается? Да, у поля D на границе, граничные условия. Тангенциальные компоненты вектора D непрерывны, ой, извините, нормальные компоненты вектора D непрерывны, тоже глупость говорю, видимо, за вами повторяю, а тангенциальные компоненты вектора E тоже непрерывны. Значит, тангенциальные компоненты электрического поля непрерывны, но это понятно, вектор E, какой он есть, такой он есть. Это просто среднее значение микроскопического электрического поля. Вот оно и должно быть непрерывно. А с тенгенциальной компонентой хуже, потому что тогда играет роль поляризации, извините, с нормальной компонентой, и тогда непрерывно компоненты вектора индукции. Значит, поэтому в качестве столбца P для S-поляризации. Удобно, конечно, взять Y-компоненту электрического поля, которое является тенгенциальной к этим самым границам слоев. Поэтому здесь я напишу просто EY, но она зависит от Z, от координаты вдоль оси распространения. Ну а дальше смотрите. Я могу сказать так, что, естественно, сохраняется и тенгенциальная компонента магнитного поля. А из уравнений Максвелла следует, что BX пропорционально, ну просто из ротора, DEY по DZ. Поэтому и DEY по DZ тоже непрерывно. Поэтому я, соответственно, граничные условия непрерывно. Поэтому я граничные условия могу писать, что просто непрерывно производное. DEY по DZ. DEY по DZ. Ну и вот тогда я пишу граничные условия в таком виде, как бы коэффициент С, он просто равен единице. Никакой эпсилон здесь не вылезает. Вот в S-поляризации все просто. Значит, в S-поляризации в качестве величины, которую мы переносим, это есть Y-компонента электрического поля, но это Y-компонента электрического поля, она и непрерывна. А вот в P-поляризации то переносить тоже понятно. Естественно, нужно переносить ту компоненту поля, которую проще, ну а именно компоненту магнитного поля, которая вот смотрит в плоскости интерфейса. Поэтому столбец Φ верхнего компонента будет BY от Z. Но теперь давайте нужно получить граничные условия для BY. Ну для BY чуть-чуть хитрее, но мы напишем следующее. Смотрите. Ротор B – это есть единица на C, DD по DT. Тогда, если я возьму производную BY по Z, ну просто от ротора, значит это будет X-овая компонента D. D BY по DZ – это есть DX. DX – это есть ε на EX, а EX непрерывно, поэтому это означает, что тенденциальная компонента электрического поля непрерывна. Поэтому непрерывно на интерфейсе производная от магнитного поля с множителем единицы на диэлектрическую понициальность. Единица на ε в слое А, DB по DY в слое А равно единице на ε в слое B, DBY по DZ, извините, в слое B. Значит, еще раз, DBY по DZ просто из уравнения ротор B равно единице на CD D по DT пропорционально DX, а DX пропорционально ε EX. Значит, если ε разный, EX непрерывный, значит, DBY по DZ непрерывно с множителем единицы на ε. Ну и тогда я пишу вот так вот. Тогда соответствующий экифициент в граничном условии Бастарда, он уже у меня не равен единице, он просто содержит эту самую единицу на ε, ну как бы вот играет роль эффективной массы. Ну и тогда это есть ε в данном слое, Eа поделить на ε в слое А, поделить на волновой вектор в слое А, DBY по DZ. Вот, пожалуйста, вот вам граничные условия для... Вот вам столбец, точнее, для переноса, для P-поляризации. Вот в P-поляризации удобно, опять же, использовать ту компоненту поля магнитного, которая единственная лежит в плоскости интерфейса, в BY. С ней все просто, она как бы поперечна волновому вектору, она поперечна плоскости падения, но вот граничные условия чуть-чуть похитрее. Но это все просто константа С, соответствующая в граничном условии, это есть единица на диэлектрическую проницаемость. Вот, пожалуйста. Вопросы? Ну вот, я самые базовые вещи про метод матрицы переноса вам рассказал. Значит, мы, во-первых, вспомнили, что такое матрица переноса. Матрицу переноса удобно вводить, когда у нас есть одномерное распространение волн, и эти волны или квазичастицы описываются уравнением со вторыми производными по координате, тогда задание функции, волновой функции или компоненты поля и ее производной достаточно для того, чтобы писать решение во всем пространстве. Мы ввели матрицу переноса, и для простейших ситуаций мы знаем, как она выглядит. Мы знаем, что для сложной системы полная матрица переноса получается перемножением матриц переноса. Ну а дальше вот немножко мы поговорили про разные детали. Мы сегодня говорили про двухбарьерную структуру. Сначала про моды внутри, а потом про ситуацию с туннелированием через двухбарьерную структуру. Ну и вот в конце я сказал несколько слов про периодические системы и про то, как описывать распространение электромагнитных волн. Вот здесь вот своя тонкость, своя такая вишенка на торте, своя фишка – это то, что необходимо учитывать в поляризации. Вопросы? Ну все. Если вопросов нет, тогда до встречи в следующий понедельник. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok